всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно москаль буги и добро пожаловать на обзор варкапа под номером 213 карта гамалео от спринга спринг кстати у нас уже очень часто начал что-то мелькать на варкапах но делает годно так что почему бы и не помелькать ну карта стрейф закончилась буквально вот на днях так что я буду делать первый обзор потому что я мог в стрейфе а москаль расскажет все тонкости карты на которой нет ров и так шуму появляемся у нас ничего нет потому что это стрейк у нас есть белые полосочки которые сразу включил это snap зоны две арки и вот пеньки которые возможны в цпм вряд ли доставляли какие-то хлопоты а вот три возможно они что-то и мешали не зайдем увидим у нас рампа на этой рампе тут забраться самого края нельзя поэтому тут тоже вопросы спейсингов цпм будут возможно жить на эту рампу падать еще одна ступенечка на спринг любит вот это все так здесь у нас или порт все там у нас набивает все хорошо повороты повороты арки еще одна рампа наверняка в кутри тоже тут типа дабл джампа же нет внутри можно было бы я думаю кто-то воткнулся по любому прямо еще одна дверка в кутри тут наверно попроще будет на внутри проще а вот цпм там будут свои вопросы возникать во время прохождения вот у нас интересная комната в принципе в цпм но и так как я прыгал я скажу что возможно можно и возможно иногда там и анг прыгали вот отсюда сразу сюда сокращая пол прыжка и прыгай дальше но по сути тут как вариантов не так много в кутри возможно просто мы по этой стене как бы прыгаем и забираемся благодаря вот этой наклонной наверно ну посмотрим на любой роут ну просто типа прыгать вот так все ну увидишь в кутри ну ладно ну и цпм тут понятно как каким-нибудь дабл джампами это все срезать почему бы и нет опять такая же рампа как мы видели на старте но тут уже можно сбоку забраться но на большой скорости и а скорость тут большая цпм будет я не думаю что она как-то влияет все равно как-то с угла будет проще закрыть тем более что надо будет поворачивать это все нужно учитывать их и просто финиш а вот он я красавчик какой профессиональный стрейф синенький бонис такой красивый ки ножки без целлюлита прошу заметить потому что стрейкер и давай на сколько что тут у нас интересного если что то есть вообще ну по поводу старта у нас чё у нас ну да вот я старт кстати не показал тут там все это нету да тут короче в принципе узенько и пиджамп не сделать особо поэтому просто прыгаем по прямой прыгаем разгоняюсь как можем ну тут просто прямой стрейфич особенного нет так вот первый момент вот тут вот смотря какая у нас скорость можно прыгать вот сюда и делать дабл джамп здесь и делать с кем здесь выходить на с кем и так вот либо если у вас большая скорость его использовать эту рампу вот эту рампу вы можете упасть сразу сюда и таким образом скимить без дабл джампа ну или не с кем-то гибать это экономит где-то пол прыжка ну это короче выгода надо больше скорость иметь вот так же мы увидим эту рампу который тоже желательно вязать ну при любых вариантах того прохождения она дает тут сколько 50 упсов может быть 40 вот тут мы видим вот такую стенку тоже обращай внимание на двойная поэтому тут с кем такой опасно опасно это хорошее слово опасный можно врезать эту стенку но но на большей скорости а вот честно ни разу не врезался вообще ни разу но где скорость очень большая поэтому те хватало время чтобы две стены за скинуть такое так видим у рампу тоже небольшой угол окон у нее так сейчас нет кашель наши так насчет тут можно как проходить можно сделать дабл джамп сюда здесь и взлетать сразу сюда и потом летать сюда либо можно прыгать прыгай где-то вот не вплотную где-то заранее где-то здесь приземляться у тебя получается без дабл джамп прыжок вот и делается два прыжка на рампе и прыгается вот сюда ну это два таких роута принципе вот этот который я показал 2 он менее стабильным то что ты ям она доставлял проблем в цепи немерено она все время падаешь сюда но туда это яма конечно такое но при быстром принципе роутер она да приду особо не будет раз ли там предупрежденки там она просто перелетается да вот в принципе но это сложно сделать это он так не сделал ну или забил ну вот можно быть такое по идее вот дальше увидим кучу патиков высотой по 48 юнитов вот принципе они даже служа не даже неровно встань посмотри быстрее назад чего на под 48 такая выше по 48 сравнивание выше поднимись вот отсюда 48 и один понял а 13 прикольно он как кривой пола макер не очень 40-й 05 лол забавно а я на стике забрался что гонишь то вот и на стик высоте 48 0 а в 0 7 было вот 48 и 0 все правильно ой ну все давай дальше не на и на стик забрался за стом ну чё ты мне путаешь все тут все ровно мопер красавчик да но текстуру плит как блин в ванне мои бабушки наверное такая блин чуть такое еще могут покрасить покрасивше сделать план тут мы прыгаем вот тут у нас тут можно идти прямо на этот уголок на скорости но опасно можно спилиться у него будут зависимости от того какого скорость и спасен до этого тут принципе особо вариантов много тут рассказывать в принципе ничего так вот тут желательно прямо так срезать но вообще каши в идеале на большую скорость уголок я получил скиньте его или у тебя нагибался у меня больше огибался потому что скорость большая ну тут еще вот это может сюда впилиться на большой скорости в принципе вам такое так и тут тоже тут не за скиньте поэтому потому что он будет мешать как бы двойная стена такая вот но тут такой тоже поворот достаточно рисковатой если собрать скорость там 1600 плюс ну тут принципе все в общем так принципе все пороут ничего больше нечискать принципе карту грима абсолютно зависимость от того какая скорость такого сырого будешь тут реально масса вариантов обратно не вернуться никак вот в принципе узнаем покажу примерно так и ащу в цепи проблема такая была что вот в эту стену можно спилиться часто вот такой конечно а кстати говоря подожди сейчас я покажу вот тут на старте можно делать прыжок либо здесь даблджамп делать либо идти сразу на уголок сюда это в принципе может быть чуть чуть быстрее поскольку вы можете за чуть-чуть задержаться на даблджампе вас там немножко ну задержат как бы заступ ну там фреймы и буквально решают на самом деле но это дифраг поэтому мне кажется эффективнее идти на уголок это сложнее тут можно там потом взорачивать еще скорость добирать каким-то образом типа да но это все равно быстрее может быть в теории посмотрим там к вас принципе чё тут принципе будешь показывать ничего по большому счету ну карта простая да чисто вот носки муху по стрейфу сделанное каких-то отдельных роутов под высокий скил тут нету как бы карта сама под твой скил вложиться как прыгаешь так и пройдешь так что действительно порол там даже нечего особо рассказать так ну по поводу кутри от этого места можно сказать только что вот как будет сказал можно использовать ту штуку наклонную а можно использовать эти пазики и так по прямой просто стрейпить по полику потом скорость вымереть да и принципе вот тут ты буржам получает ну можно это не так трудно самом деле так ну в принципе все а ну да вы кутри вот эта стенка важно потом увидим в топ в демках но я проигнорировал ее поэтому я потерял там 700 ранее врезать до готова ну там все равно мне особо не дало по таблице ну короче принципе все в кутри ну блин тут масса роботов че рассказать и видим все в демкам так что пошли да ничего сидеть больше там так 213 начнем как обычно ссылку 3 выпуты не так много демок и одна из крайних не будем уже говорить что последнее это game rock 18 из белоруссии play и мравка ручон game rock минуется один game rock с весен локал рекорд все бан причем и москаль пропустил туда чего может он склеил чекпоинт и смысле не понял дожди все отстань в общем прыгает норм и в раз не шаривать их тонкостях прыгать достаточно он же цепеймер почему вдруг но почему бы нет вот он допрыгал по на и врезал саном бум он прошел пару раз все максим так как вообще скорость набирает и тут врезался у рампы последний он в целом не задрот как уж будем говорить прямо он не задрот просто играет для себя и для себя у него в цепи по крайней мере получается очень даже годно вы кутри понятное дело потяжелее цепеймером но все равно он прошел особо нигде не завтыкал поэтому большой был велосип раз явно таких не знаю широко везде шел такой можно лучше было даже меру прохождение сапожник из россии 57 сапожник по-моему на какой-то карте скрипты заюзал надо было же скриптами это на из-за цепана так завернул на рампу плохо без безначально скорость совсем но пока нигде не впиливается особо ну прыгать поувереннее да но вы кстати насколько я знаю сапожник он давно 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 играл то есть это прямо старичок это советский дефрагер который пытается реабилитироваться и проходит центральную часть карты через рампочку на не долетел до рампы хотя казалось бы долетал почему не достроил и а впилился в угол еще не жили заволновался такой опытный заволновался в конце ну это не опытные рожи такое это опытом то уж и не назвать так он гультик взят 46 из россии лой быстрее на 33 демка из онлайна чини жили не режется или 5 на карту ну кстати ты посмотри-ка он держится в ходе достаточно уверенно я такого раньше не видел у него а как будто сенс прям совсем уменьшила тебе не кажется ну да и чуть-чуть по моему да и до прошел пада молодец ой на уголок залетел не вреду ну-ка в уголок последний режется он не молодец пролетел но в конце каш по территории такое но все равно прошел очень чисто я прям хорошо захлеб прямо посмотрел прошел очень чисто большой молодец лунтик давай старайся еще немножко лучше и переверсить их а пиво из румынии который перебил будь к на 400 по ой острый уже получше вначале ой прав таком повороте чуть блин можно было тоже свою отправлять ну кастрюли да ну сделайте не но я один раз прошел за минуту я просто подумал может стоило постараться вы немножко широко пошел перед большой рампой плюс прыг сделал вроде потерял на этом ну-ка папа диком тоже плюс прыг и сделал но все-таки прошел напрямую молодец но главное чисто он иначе мог наверно потерять больше чем сделать спрыг ой завтыкал на повороте ударился в угол лишний по моему граунджам сделал в конце можно было без него вроде там не врезалась может занервничал немножко бывает так и карус 20 до 20 игр пятьдесят три семь быстрее на 500 что да тогда play вот если бы он был быстрее на 600 мы бы не посмотрели так из млечного пути и карус который рейн который веном который потом еще о вначале неплохо по траектории долетел хорошо да ну прям нам на сопериках вообще долетел у используют этот батик чтобы срезать траекторию молодец это один из вариантов не забираться него как бы врезаться скользить по нему таким образом направляться рука 3 это неплохо здесь специально случайно получилось специально я думаю что творит вы посмотрите-ка на это ну за ворот конечно не очень хороший получился но на финишу с рамп его неплохо перестала строить поэтому не допрыгнул и ударился так хейз хейз почему я так сказал хейз быстрее на а 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 я а а по е зеркала поменьше нервно но он как зеркал играет в общем вот он блин начале в пилосе дальше продолжить играть ну вроде блин не знаю стрельф мне чуть скучновато да нормально сейчас веселей полет ну да сейчас пойду дамки побыстрее на рампу в конце плохо заходила не выпрямую территорию но пройдено все принципе чисто войти не широко и сделал можно было и лишь не до телодвижения совершал и и и монстрик на 2 и 7 перебил монстрик тоже из россии очень мало посылает демки defrager и именно не российские не знаю почему аж вроде и там и сям про сайт сказал всем гавриот участвуйте ну монстр качаться стрельком похуже чем с пушками монстрик очень потел на этой карте прям вот очень хотел пиши рука уже трясется он готов убить просто макера уже ой допрыгнем хорошо ой вот это срезал он вообще да нормально году долетит мой нормально пока все хорошо с набором скорости конечно есть некоторые вопросы по части именно исполнение а так по траекторию очень хорошо платить и пошел медленно поэтому потом не хватило ему скорость чтобы сделать нормальный заворот на рампу дышу ой в конце тоже плохая траектории это нормальная траектория на финишной прямой надо 1000 хотя бы набирать и мне там 800 ну блин москаль вот вот чего посмотрю эту дымку смотрите аннекс перебил монстрика на 600 и 100 грияти надеюсь он не будет угрожать пашной play чего-чего ну мощное пострелять пока не смотрит и аннекс слежу за тобой о неплохо по траектории начали на рампу хорошо да я захотел есть от киан x он так сочно прыгавшие захотел шашлык вода прыгнул тоже как монстры по территории океан экса должен был априори прыгать потому что он андер под сбросил скорую плюс прыг сделал перед патиками да вот и заезжал кстати это минус прыг давала ну примерно по времени война финишной прямой плохо завернул они на финишной прямой ну вот это после большой рампы по траектории немножко плохо взял он 998 в конце набрал максимум почему ты ему не говоришь что я прошел подожди нет он плохо вышел на тот финальный отрезок а потом на финишной прямой хорошо завернул получилось но у него же там нет тысячи почему ты не говоришь что плохо нормально хорошо а почему ты сказал бы он стреку плохо к тому же плохо по скорости было там 800 было к и аннексу тоже ты чинял тысал тысячу минимум но почти пища ну блин отстань 48 и 9 на 700 перебил москальки аннекс а полу лэй вот я вроде все подобрал идеально по роуту у меня от кита там почти 0 чеки а вот делать на сервере был а вот конец я не конец а тут фигню с рампы просрался так много рука вот я среду уголочек и по траекторию гораздо прямее получилось так а здесь у нас скорость потерял а там не надо было больше скорости иначе варился бы потом здесь я бы перелетела вот умничка вот у нас как какой 0 здесь минус парни все хорошо девицо на рампу за пыль науки какой пакет осясе широко пошел конечно я лишь не грамот фрейм сделал бренджем очень очень широко пошел и по и по год набрал тысячу 14 вроде набрался нет хороший у меня там минус 200 было плохого чека ну там можно больше 300 такое это ты получается топ-3 заняла не да неплохо рожда реку перебил тебя на секунду сорян но тупо из этой фигни и за финиш и вроде как ну и она давай посмотрим мой мысль на мне помпа лучше чуть-чуть вот рекрут говорит что он деклам про для такое нормаль вот здесь меня скорость намного лучше чем у тебя по траектории ты конечно здесь пример вышел и он вроде без ground jump и дело поэтому чуть больше то вас по времени дало ну не знаю такое у него в целом как-то побыстрее это все происходит это вот такая вот разница выку 3 вроде казалось бы блин где эти плюсы брать они как-то это делают я вообще не понимаю внутри это сложно тут какое-то другое понимание важно мне дел грамм фрейм ой финальный ground jump плохой получился не добрал тысячу не добрал плохо реку лоха плохо не надо он реально сделал очень узко зачем это можно было гораздо такой легкий сделать потерял сотку может быть 150 на этом старайся лучше реку вот на казалось бы где быстрее туда доказалось бы а еще ведь это пол сети ну грубо ряда он всякий кем-то ну и атлан скажу щас походу да давай мой так вообще посмотрим стрейфу паркинсона поехали сделать такую жесть который я думал что это практически невозможно сделать смотри что он сделает он делать минус прыг на рампе я сейчас смотришь и делает но здесь пока все очень быстро вот он почти мой ролл делать то есть он офигеть он стрелы считай очень много нет нет фигни это 200 у минус прыгнул он потом очень хорошо выправился это мне не получалось так делать да все очень да и по итогу после яма у нее плюс 500 почти на плюс 400 и здесь тарикторию хорошо срезалась сразу по ближе максимально близко к правой стороне шоу здесь конечно не знаю как было бы эффективнее мне кажется более такую плавную траекторию надо было ему высекать но финиш до финиш же этот последний грамм и же он просто кипец крон фрейм это конечно вообще гранджо так как и ранее там он даму 200 где-то вот этот прям почки близко прошел опарта заметь заметил что вот когда он проходил тут большую рампу финальную он соскользнул прям с уголка он как минус получать полупрыгать сделал там такой тонкий момент тоже получка пройти но это жестко он не побоялась как бы соскользнуть это не знаю это жесть что-то жесткий очень дакет он я не знаю кеп это задротка но можно быстрее каши сделать да вот этот момент с последним соскользованием быстрее но последние два граунд джампа с рампы и на финиш который тоже есть очень тонкие красавчик ну и переходим собственно к cpm поздравляем топ-3 игроков и тебя москаль тоже ты же топ-3 красиво пасим 3 по 3d в ком посмотрите на этого человека в конце фотку твою вклею с нашей сходки в москве и так лично пекарь он же хикап камбэкнулся наконец-то давно мы ждали это этих сочных демок классники 44 игорь из россии интересно кого не разряд пекарства на пекаре жадина учиться на весь повар есть пекарь церковь не очень он решил что он они как будто бы в кутри там грамм джамбл давай то что это показалось жизнь ой врезался в уголочке чуть-чуть ну пока всем скорости не набирает почти но он проходит просто на чистоту ой зацепил немножко надо был джампер конечно очень жаль инвер на пробел прыгаешь брат напиши мне вконтакте потом ну сложно сказать но вроде по длительности прыжка кажется данный пробел мой в конце в стрейфом сбросил еще вот он по поворотам у него есть такой косяк он когда поворачивает боковым стрейфом то есть кнопочкой а либо d в начале пекарь чтобы тебе повернуть какую-либо сторону без потери скорости тебе нужно выровнять себя то есть ты допустим вот так как правильным синтез ну смотри на просто прицел поставить в точку направление движения скорости то есть надо нового прицел передвинуть допустим если стрейфишь влево с помощью в b плюс а тебе нужно поворачивать влево ты должен сначала прицел как бы сдвинуть на 45 градусов с рубра в центр грубо говоря получается да в центр в данном случае и тогда так поворачивать а ты нажимал сразу не выравнивал прицел а ты нажимал сразу и терял очень много скорости такими людьми стрейфи сильно не прыгают все утопку 368 перевел на почти 4 секунды точнее больше чем на 4 или чуть больше чем на 4 меньше наоборот 36 436 до до утопку из сорова утопку кстати говоря у нас сейчас учиться в казани и сейчас вот это он из казани прислал до прислал демку чему я это говорю к тому что казани у нас будет сходочка в середине октября и там будет утопку и я ему за эту демку прививлю лично почему там тоже не выбирает нигде скорость видимо сама текстура карта такая но структура точнее ой в конце побоялся чем-то пошел на дабл джам хотя можем просто на рампуете ну вот то есть для среднего и ниже скилла я так понимаю что карта с такой структурой что можно везде зафейлить его прыгаешь прыгаешь в пытаешься где-то ускориться и ты фейлишь за счет этого я думаю ну из-за этого и пекарь kick-up и утопку не помню как его ну смысле измененный ник кто там шарит в теме пишите в комментарии так он и так есть утопку нет он по измененной версии дефрага пекарь это kick-up помнишь kick-up а это у топку я не помню в общем молодец утопку прошел намного чище старт очень много старт быстрее поэтому обогнал пекаря а вот тебя утопку перегнал youtube из 566 на 200 на 100 у нас на действитель забыл беларусь а точно так миссингл балл рекорд бан а чуть обзначит и просто шаре но это значит что чит ты где-то про юзова оркова на же дымку на духоваться банили так вот он уже набирает скорость их и несмотря на то что немножко кривоватенько в край мире старается набирать да но ты несмотря на то что кривоватенько он улучшил рекорд улучшил рекорд предыдущего так скажем соблю же души не за счетов никакие как происходит я не понимаю как-то работает не знаю геймрок вот знает что-то он на пол трассе не перебил youtube между прочим это же из беларуси play они его может это youtube может это фейк геймрока и он направляет тайм хуже чтобы казаться на нашем фоне типа лучше заму да с фейка отправляет дымку похуже а потом отправляет дымку получше со своего аккаунта многоходовочка жесткий геймро конечно да они 16 погнали ну цирку и рваные 1 получается этого запустил что она его скорость ну в общем намного лучше у него чем вы к 3 получилось и конечно с стрейфами как-то самим мумы там надо тебе что-то сделать возможно уменьшить еще немножечко сенс порода не обязательно просто не дергаться на поворотах и все нормально будет сравнил но еще сравнил нормально я с каким сердцем конечно я могу за один оборот наверно на 720 если мешаешь ну надо надо контролировать надо контролить мышку значит живущий геймрок возьми ее прямо возьми ежевую рукавицу прибей эту рукавицу к мышке руку рукавицы рука обязательно должна к плечевому суставу вот на самом критике тогда может быть очень получится короче 33 5 барин хозяин барин как говорится полторы секи отжал от геймрока лэй не знаю как барин ты знаешь еще без понятия парень какой-то шиши шиши серый номер а ты номер по как никто не даст треф ли учит вначале особо сильно не знаю пока я смотрю у всех по скорости примерно одинаково на ключевых моментах ну суши он комбинирует повороты кнопкой вперед и боковые по мне так это хороший знак но набрал теперь большой рампой но потом потерял на стрельфе все как так молодец неплох так но барин если ты это посмотришь ты очень долго жмешь прыжок вот прямо очень долго по моему страшно на скрипте прыгать старайся жрать прыжок поменьше в том смысле что нажимать его как можно кратковремени это будет давать тебе намного больше скорости по итогу на дистанции и ты сам даже заметить что в некоторых местах у тебя появятся плюсы и в общем-то отучайся нажимать прыжок дука 43 3 на 200 побыстрее чем барин полы а вот вот смотри какая ситуация геймброк отправился фейка да никто не знает какой youtube а кто знает такой барин и дукач следующий это жесткая теорика чуешь схему чуешь скажу схему трон жесткий там окно по скорости у дукача все хорошо намного лучше чем у барина 3 до получилось боится выбирать но она и правильно если дергался на большой рампе зачем-то нервы нервы маска я думаю что это нервы я тоже дергаюсь прям делаешься сапузник 33 176 на 176 быстрее нет обманул на сколько-то побольше твой в этот раз без скрипта по моему мнешь скрипт был же да скрипит негде было тут есть только на фреймовый прыжок скриптец не вроде не ты точно проверил димон в уку 3 вылезет это цепь ой цепь точнее пардон я в уку 3 ладно но тут вот уже намного больше сохранено скорости не дергался на большой рампе уже сохранил больше гораздо да и вот финиш уже 1300 это прямо нормас но я же лошадь скай перебил совсем чуть-чуть на 50 жду когда вначале будет достреливать мой получше было по траектории а то пока не хватает людям стрейфа да ну карта все равно прям вот она хоть и простая по своей структуре но все равно не самое легкое так скажем для постановления хорошего рекорда она неудобная скажем так сильного роута тот прям такие моменты который пипец а в тетелька в тетельку поэтому я подзабил на муку 3 сосредоточился ну блин в итоге в уку 3 не тем ротом играл поэтому вообще дизморальня все но у тебя в уку 3 нормальный роут топ-3 почему нет скайлин хорош еще залоги нас им под конец хорош хорош успел вот за секунда финиша же есть что можешь сказать про скайлина но в конце он прикольно упал на рампу в самом конце получил 40 кубцов с нее дополнительно ну такое конечно есть построить учить получишь перед ней мог вообще это перелететь дело было получше но в целом пока у него начало даже он чуть хуже получил даже чем предыдущих двух людей по моему построить на потом он за счет нормальных стрейфов боковых не теряя скорости прошел и по траекторику мы уже гораздо получал и вот он выравнивала кстати как раз прицел и кабнул траекторию выравнивала потом нажимал в бок чтобы повернуть без вот я на финише особенно заметил из 5 скорости пекарь возьми на заметку шарит пацан шарит шарит да что скажешь к силе ч это прям звучит зашк силе джет это к чем а знаешь кто-то сказал enter да нет коров сказал 33 0 play перевел это же нас лоточку звучит как oxygen кислород то уж сверх балансами играют хулиган попадет сказать его забанят а тут на карте да и нету повезло да я знаю но блин все равно мощь и намудрил по территории совсем плохо добыл джам сделал война партика после патиков набрал нормально но потерял потом с рейпами все равно вот дерганы и пипец и причем он сказал что опять с отправил что-то никто с нифига да нормально он под перебил там ну занимает среднюю позицию примерно в топе и это очень очень даже такое красиво весна до вас третьего числа в принципе ну давно но неделю назад ну да ну ульмвар дака правильно я даже сгрустнул немножко неделю назад я думал хотя бы там постарался тебя на 900 перебил хулигана нет чуть попозже play вот сейчас play нет уже поздно ну короче надо был чего рекорд вам стукнул по стулу микрофон слишком чувствительный так орб у меня марокас поэтому не хорошо не слышит и ужасного звука на плохо узко идет везде моде у нападок широко пошел по моему там можно сделать уже там есть и скорее где-то 1200 там можно против узкой ты из дабы жамп от нижнего падика ты поднимаешься до верхнего не вырезаешься главное именно на такой скорости так что можно было сделать несколько молодец вообще прошел вообще нормально и главное что у него очень хорошо набор шел с этих боковых стрейфов то есть он как бы некоторые если поворачивают дергана то у них скорость не очень корректно набирается а вот ульмвар он сейчас очень плавненько все это четко делал и у него прям хороший конбор боковыми был стрейфами несмотря на то что почти не набирал но основными стрейфами да там в плюс а плюс д а прикиньте если так надо было стрейфить вперед чтобы набирать скорость нужно было в ад и нажимать сейчас подумал типа turbo включать они это не работает затестить это потом расскажут да не забей ты чё 37 на 400 перебили ульмвар ахух хала я не знаю кто то но давай посмотрим если бы знал не посмотрел бы плей какие-то люди которых раньше вообще не видели никогда и где они типа оффлайн игроки или как ну да судя по всему выросши на наших туториалов ой на рампе поднабрал итоге упал на него 2 200 норм интересно он всегда как бы так набирал или нет так плавно проходит война западился на паттиках немножко потерял скорость да ну слушай так плавно солидно я бы сказал ой зачем-то в конце широко пошел ой то есть какая почему нельзя было уже пойти прям такой заворот взял как будто моей знаю как вот танкил триггер стоит угла он так обошел его за километр странно ну ладно ну блин он тоже по движениям все хорошо плавненько тогда он очень плавнее чувствуется но под руках но блин набора то основной скорости нету то есть вот я по себе помню потому что это у многих уже встретил и встретилась и все таки расскажу немножко потравлю true story построить быстро в общем по себе помню что если есть но как я ориентировался если есть хотя бы небольшой участок прямой где не нужно никуда поворачивать просто строить прямо я выравнивался чтобы прыгать прямо ну чтобы вдруг никуда не встать не врезаться и начинал набирать там в плюс а или плюс d это работало и даже если ты немножко наберешь скорости это уже в итоге дает хороший плюс так что но отсюда и получается скилуха растет в итоге ты со временем начинаешь набирать все больше на таких участках ты начинаешь дожимать все больше на таких участках и отсюда и строится всякие вон типа темфиксов шарит true story бро пунктик быстрее на 400 до из россии начинка берет нормально нормально начали скорости не не уже неплохой цирку по-моему она все равно потом мой перестал попадать зоны не не сужен в кутре прошел очень круто и неплохо неплохо на посмотрите смотрел как он зоны просто меняет что ты делаешь лунтик что там внутри конспектировал туториалы эти говорю мой неплохо на рампу зашел через в офигеть опасно правда это но тоненьком прям было здесь конечно немножко нервничать нервничать и мы немножко поднервничал зоны на повороте вообще нормальные были вот после первой рампы он вообще хотят к первую половину карты и реально у меня глаза блин если вебка была я прям удивился он так поворачивал вот вот это показатель опыта на рожьем с вебка писать обзору не нет зачем а место только занимает ну в общем-то лунтик большой красавчик поздно пиши какой-нибудь комментарий под этим видео я тебе поставлю лайк 31 и 1 хардкор перебил на 130 40 136 136 нет 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 148 сава давай плей откор из россии до плей точнее не так плевать круче считать нельзя не считать 560 такой же circle тоже вот пытается как-то по зонам мой неплохо лучше гораздо вообще не что за ребята пошли но по скорости по итогу также получилось на эту рамку который перед паттиками я заметил что карта устроена так что вот даже если у тебя плохой скилл средний скажем тебе карта кого помогает этими рамп рампами и прочими элементами набирать набирать эту скорость поэтому ну не знаю такая карта специфическая скажем так не надо было очень неудобные для моего скилла я постоянно не дострейфливал короче мне не понравилось но мне не понравилось то что на прошлой карте на сдс 45 сдс 45 он какой-то а в ноб словил по лунда хардкор да на база да кто такой хардкор у нас мешаешь вообще без понятия такие да присылать какие-то блюдо тихо не понятно топ-1 занимает вам и он какой-то нет ну в общем хардкор да что можно в этом случае сказать старайся лучше вот я лунтик уговорил старайся лучше смотри он тебя скоро перегонять уже будет он уже ульвар он уже хулиган аксиде джем перебил понимаешь как бы жизни просто 39 х из перебил на 300 вот х из очень опытный чувак как я сказал ранее under aero да на стрейфт он средний и хуже вначале чем предыдущий да играет он так себе не анон за тебя знаешь в дефраге вот что мне нравится чем не нравится дефраг любому как бы типу игроков найдется место потому что есть карты которые не требуют пособия скилла сова усидчивости есть карты которые допустим как в этом плейд какие-то где надо просто сделать какой-то один элемент жесткий какой-то ультимой топ сделать для ультимой топа не надо уметь сильно стрейфить не надо уметь там ракетами стать и так далее к примеру да то есть вот это и вот это вот многогранность дефрага мне почему-то я сейчас подумал это так круто оказывается ну по поводу мки могу сказать что он вроде как неплохо он и зоны оттягивают пару раз там набирал скорость и в конце у него под 1500 было то есть он как бы вначале плохо стартовал да потом насчет как бы сказать опыта он не терял набор на скорости чуть-чуть набирал новую неплохо и в на прием как казалось бы меньшим скилев ну или меньшим наборе в начале скорости он в итоге зарулил от предыдущего на плюс 200 нормально молодец мы старайся лучше вначале первые прыжки надо очень хорошо тренировать тебе есть до первые прыжки в целом надо очень хорошо тренировать играйте пады играйте все играйте пады лунтик вот играл падай конспектировал вот он одной рукой подыграл другой конспектировал туториал понимаешь и вот видишь что произошло и хейс сидит на месте он не смотрит туториал и он не время горюсты подтягивать у него как бы ракеты очень хорошие но целом а страйф вообще никакой и в итоге комбо не слабая получается так что хейс строится лучше в общем 25 кипиш перебил на 1 и 3 до челябинска улой заврыла церков 569 периодимом но неплохо набор начали скорости вот опять же из-за казалось бы да не оптимальный набор но он подлетел на рампе и упал потом на рампу ему дало практически ту же самой скорость что и мне при уже узнали метод не вымораживает просто структуру карты вот такая вот блин не знаю я нацпм забил там два дня проиграла сразу понял что такое ему прошел очень хорошо не на мне понравилось чистенько отец в конце лучше поднабрал даже чуть до набрал так чести каждый решит решится набирать скорость на там на 1400 плюс страйфом молодец как говорится не могут лишь все или каком не не только лишь все мало кто может молодец вообще кипиш на 130 и тебя перебил и карус из сара репаблик но кстати сделал кипиш рот начали дожди для среднего скилла который там врелся в рампу подлетел от нее и а второй рамп и получил скорость это один из роутов молодец это такой стабильные рода точно все дальше и карус он у меня уже проветел почти это не может с этими как вылова первую нет уже третью и суши он набираю так неплохо очень даже хорошо набирает не знаю что там у него по знаниям зон но прыгает он очень добротно и не знаю цене про и лето а может быть это не рейн таланчик может что такое у перестала ко мне тоже придираю типа чё за фейк пришел на счет экстренностройки играть пришел за фейк пришел бит но отправил ладно если он участвует это уже хорошо не в нашей компетенции как сказать судить рейн не рейн может зеркавший играет 29 3 на соточку перебил еще зерк хуже стрейфер на самом деле зерк на некоторых картах стрейф точно такие приличные реки стоит димон клип у хабиба тоже такой рот с двойным прыжком на рампе да и в итоге на уходит на ту же самую дорожка к я вот блин пипец это же толком ничего не набирают в конце широко пошел и по скорости и психанул в конце да но прошел и за типа по моему стиха биб если вы можете проверить свои сеттинги для дефракта или просто пишите мне в дискорде а в целом было круто было хорошо у вас будет что скажи что нибудь его я чат зачитал какой чат мы в оффлайне пишем давай ну не знаю гуджев не на нормально просто пингс что-то столько и так все в микро моментах не знаю сложно так анализировать но он сделал роут средний этот начале вышел в итоге на нужный роут молодец да ну стихами 280 сделал эмандер он же вроде который к решился с вес помплей 29 и 1 чем там тк решился с весом по ночи одном плане были и породе взяли как одного из жестких обезг набирал только жестких интересно я бы попал в 23 теме они он был не 20 лет лет 7 он был в е.с. это тоже вестовский по-моему или или без по туда взяли короче не знаю надо вроде спасибо неплохой набор после после ямы славы такой солидный в траектории ой в конце стрим он потерял вообще выделял в конце но это особо там ладно это прямая не так уж прям критично но прошу сериал на ногу это купцов не может больше чуть ну блин прошел все равно классно сейчас мы видим вот последние несколько демок одну и ту же дорожку по факту да да через жук на рампе а вот дальше что будет интересно дальше будет у нас оборот москальт не менее какой москальт арпак не знаю какой маска 28 9 на 200 быстрее связь себе хвой цирк уже получше это же дорожка на аквар пач неплохо неплохо нормально но везде везде по за пытался вроде как под набирать скорость повернул даже кажется и почище всех видимо так уже карту и тут он стало что ну да но в конце я не знаю этот трампа большая можно кажется чуть получше пройти было там уж поучить пройти и в конце стрим может подобрать получше не знаю тоже ну плюс молодец неплохо как бы реализовал свою дорожку вполне хорошо да ну warpunk норм красавчик даже за что за варпачи он как бы и в африке варпач и варпанк давай дальше осип кисос не он реально круто круто варпак реально постарайся немножко лучше это у тебя он уже если перевод а я помню вот времена были эйси был ниже чем варпак а сейчас он выше что что происходит лунтик забирается в середину топа лунтик который прыгать всегда который прыгал всегда внизу был а тут он в середине блять топа и выку три у него очень хорошее движение сегодня не волнуйся так вот если 288 перевел на сотку варпанка до панкура play тут как бы такая карта что 100-100 раз лучше вачки иначе просто тупо упадешь где-нибудь это реально на такая 50 штупец эйсит с мини версию дефрага у тебя старая версия депрага 19123 у него ему надо 91 25 я отдельно залью ее что такие же числе 2 числе df это есть как не так там полностью же д играет вообще эти понял чисто че просто дф забить именно чтобы скачал заменилась в конце неплохо прошел на большой рампе не врезался лишний раз и сократил траекторию и заслевел вела кроссовчик он заскинул вообще это такой с кем был жесткий видит может быть и заскинувать и за два соточку отжал как считаешь но с кем все-таки тоже задерживать такой тонкий момент что он чуть чуть-чуть потерял но потом чуть как бы отыгрался за счет траектории надо смотреть детали прям жестко кино в деталях собственно мы сын лишь на сцену удача мой сын 28 5 плюс 300 сделать эйси до май жильдов тут же road май зана тоже кстати чаще чаще видно тоже молодец старается лучше страсть еще лучше май зан я верю тебя слушай строит очень даже прям они другом перелетел трампу неплохо не план обходом и роут который мне ты мой ну да у ее как ты брал как набирает и посмотри с кем нет мнение ой под сбросим в конце страйфом буллин как прошу смотри казалось бы лучше строитель чем предыдущий игрок на ему принципе особо это не дало по факту то чуть-чуть 300 на ну как бы такой карте это очень мало ну на карте возможно и не дало а если вы другая была какая-то карта которая требовала бы ну да уж карте такая такая карта карта всего лишь топ-7 мандит москай всего лишь вот я сейчас скажу вот плывется не ну типы и себя долетал я почти долетал там по раз кручен лучше дамку видим казалось до стрих смотри начальство книга скорости мала что-то и на 48 москаль плохо воскать стрессу а не долетел да 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 не надо катал на потом мне все равно не долеталась с дабл джамп и поэтому я специально решил чтобы не уходить не дабл джамп ну так вот вышла хороший отмазка ну карта такая отстань переставил там что руку где на повороте на рай не знаю изъяния я не ощущаю когда я представляю топ-10 что там а это красавчик говно да не ну прошел вот на что прошел я а в диассенс сколько у тебя сенс у меня 12 сантиметров на 360 ремонт клип выйдешь там ойся ну в общем ну типа блин я почти летал до когда с дабл джампу с рампы на на срезу это дает давал там по итогу 700 я могу и топ-3 есть бы долетел ну блин она юбичная карта понимаешь может быть так и короче мопер все но я-то понимаю я устал от 28 408 а но он неизвестный человек из россии а вот это возможно так как следующий у нас идет very sorry а это у нас а но он смотри уже три случая у него начать даже хуже строю чем у меня но за счет вот это рамбы дополнительный которую на 10 конечно но хуже сна пинга но в конце он не знаю на такой тонкий момент конечно в конце были ну очень число в конце уже прошел чем я дал тут в конце он как раз таки забрал эти эту сотку нормально тут мне птичка шепчет что он мол это не убрит юбрик ты фиген химми джаз в улайт со пикан колленс овел лайки и камень он вроде русский нет нет а чон раши написал не на а то это значит не он птичка птичка что хую эту несет там дичку на швырмую птичку короче но швырмую эту мягкую птичку very sorry 281 из казахстана полый ну чё я сделал нормально роута нет кто вы рисовали но кача посмотрю а почему там варпак был ой допрыгнул без дубл джампа ой красавчик вообще уюю плюс 56 но я говорю это да и давала щитка на нет ни не сделал не сделал сушен не надо обороты очень хорошие прямо на крыше да да вот начали нас отобрал с ким бесполезность именно вот это делать там очень много отнимает ой в конце упал на руку и здесь по траектории вообще зашел еще под набрал в конце вот единственное у меня вопросы по схему ты же знаешь что они задерживают брата ты же знаешь что они задерживают а значит они смотрятся конечно труда они смотрятся прямо смотрится реально круто но не надо их делать там где они не нужны типа для я могу понять если вы там какой-то тонкий момент был спадами просто уже не первый человек реально делать вот этот скин бесполезный был бы там какой-то тонкий момент где по траектории из-за большой скорости нужно задержаться чуть-чуть спейсинг себя оттеснить и ты из этого делаешь скин там ла 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 но этого же нету здесь но зачем зачем ты из этого потерял сотку верно если не больше поэтому да не меньше наверное такое не знаю но все равно блин ну да я согласен с тобой да лучше не делать там где он не нужен это же игра фреймов это же мелочи все все в мелочах строится весь бифрак из мелочей как он москаля 12 сантиметров с очень маленький в общем так и маленький смысле 5 6 сколько где там неважно 20 80 нкс козел блуат white russia белая раша ты чёрн россияст что языке на забаним тебя щас расизм низкий flex competition какой-то он сады каком бакнулся какой а плейком ты нажал до дворный финкинг это мы знаем как тебя зовут в начале старых плохой да не слушай если он в натуре был в инактиве то он очень даже хорошо стрейфит без дабл джамп прошел из кима октяне спасибо вот долетит а нет пошел широко и но это такое ну блин он не стрейфил вообще идет яма конце не попал на рампу блин не знаю но вот этот дабл джамп ему дал куда который на большой рампе все таки лишний прыжок там дает минус по времени но он пошел широко не набрал но тут как вариант был я не знаю может быть кэш также сделать короче ну казалось бы есть бы начал стрепить он бы долетел перепрыгнул я момент мне это кажется но если он не тренируется в тихоря допустим в оффлайне где-то не попрыгивает то большой большой молодец если ты попрыгиваешь то старайся лучше так скажу мои такое заключение моё торн торнер 2015 как говорится 2 0 1 5 раша 27 7 на 300 побыстрее вот торнер стрейфу не даже хороший да торнер кстати иногда очень даже так знатно удивляет тоже залетал на этот падик без дабл джампа нормально ой неплохо еще расти еще 100 нам жаль на рамку конечно по но видимо у него поролоту так заложено здесь с кем этому угла большая большая молодец так так на краешек все правильно интересно за скинул совсем чуть-чуть это нормально ну никак вы рисуете там пол стены без слезу выключается сделан минус прыг в другом месте не там где я думал да по 3 авторе у него очень хорошо в конце вышло он прямо очень близко узко прошел когда с рампы выход идет направо он там вот очень близко пробежал и но это определенный плюс дало потому что потом то надо налево выворачивать где почему раньше ты будешь право ставить им улучшить а траектория потом финишу в общем до 3 поздравляем sub 3 да топ-3 красавчик поборолся и молодец зор из борцуха ваще больше борцуха только не бей ну двор 27 5 на 200 перегнал это ну да play тут уже кажется таким ротом как тур даже не пройти быстрее тут надо же на урод использует ой турнир ой зор плохо начали по скорости не жильда прыгнет добыл жампа не знаю да 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 со скиму да вот это на так на вы проходите на город да это мой рода твой ну да я такой получу чем за 26 прошу также до 26 8 у меня на фрейм хуже чему я хотел вчера улучшить но пришел классно стримы я перешел что но этот этот самый взрыв ну да в общем 26 848 темп x из чили зорн поздравляем тебя 102 но старайся лучше поэтому темп x полы но в конце мне кажется решалось то надо гораздо быстрее проходить лучше будут меньше поворотов можно было скорости набрать минус 100 но я понял да он в итоге в конце чуть-чуть получше сделал да 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 там я уже забудешь 600 грамм поищи нормально у меня лучшего дуни от чеки минус он вот здесь только из-за траектории сделал плюс ну господи у него все чеки минус 150 ну что в конце так вы прикручиваете у него крученые до в конце марака пера ну в общем большинство ты дымку не отправил а я дул хотел улучшить я просто видел что он в онлайне типа перебил меня хотел улучшить я говорю вчера пришел просто классно стрим я решил что мы не будем играть больше страйк его надо показывать человеку хочу уважаемый человек пришел на стрим на даже показать скиллуху вы сказали что на вас и все ну да я на вас переби меня где-нибудь не на этой карте на любой перебей на был хайва я перебил тем же давно сейчас вот зайду на стрим и перебью тебя брон дочь с при джампом проходил ну если я могу и так и так из пиржамп меня на 200 ты меня как перевел к спиджам или без я не знаю кути рик я не знаю и урал тысячу лет назад что ты мне говоришь ну зайди переби котором в онлайне просто и все ладно она потом проверим в общем все дамки я думаю бессмысленно смотрите сами скейли а чего кутри я рассмотрел бы зачем ну там техничный пест все дергается ну на 07 принципе можно чё давай пыры ну давай темске 07 вот так как цепь это принципе все обсудили там понятного кутри там до 2 2 3 карта реально интереснее тут несколько технических моментов есть реально техничных они рандомных твой джампами дебильными у него код демки все четверки вот он жесткий так circle 520 это нормально тут для трек а тут не нужен цирку там сильный тогда там для траектории я говорю так очень жесткий у него вот на том скеле очень же очень жестко да в принципе хорошо что мы начали смотреть это я поленился было почти очень жесткий у него гранд-фрейм и прям вот очень жесткие они такие за фрейм лены и граунд-фрейм и шипец вообще это нереально примени причем у него в эти моменты очень важно что он прыжок нажимает тоже кратковременно потому что вы q3 сложнее скорость нарастить допустим после какого-то либо очень сложнее и сохранить после каких-либо поворот поворотов вот с рампой ключевый момент большой соскользил жесть ну можно вот чуть-чуть лучше застрелил мне кажется лучше было бы и в конце он был на большую скорость выходил в конце туда не побоялась только сделать ну вот и на стрельфе конечно оставлять желать лучшего все-таки в итоге нет из-за меня это один из лучших стрейферов в q3 в мире все равно в любом случае он он но я уже говорил что у каждого и река есть своя специфика ты там тебе нравится типа снабсон ты в итоге будешь сна пить как ну будешь и мир перебивать по-любому те у кета очень хорошо получаются граунд фреймы за счет этого он вытягивает я допустим у меня вам комбо скилл темп акс за счет темп акс за счет чем за счет чего очень выигрывает пидор ну в общем в общем сейчас я вам покажу насчет чилистких серверов он выигрывает 4 либо местные чилийские да вот в общем финальные результаты и варка по 213 ну и вот они результаты 28 демок в cpm 11 и в q3 а мужик понаписали был комбэк закиены нэмит какой-то непонятный в общем-то и дела литер и лидеры рейтинга cpm хочу меня перебили а но я же не отправил туда были надо будет догонять их как-то посмотри забавлены демки там это пусан нэмит мне птица пузатая шепчет опять неправильно инфуши это он странкой что говорю а дым забавлены демки да а да ну вот я про них да сейчас я прямо буквально пару слов скажу рекорд от но турин компетишен что это значит значит что человек конкретно допустим кет лучше возьмем ампа потому что кет это ладно он но прислал нормально же дымка амп нет амп из финляндии прислал дымку записанную вне компетишна вне рамок прохода как это вне времени когда проходил компетишен питишен проводил с 28 с 20 2 по 29 с 22 30 по москве до 22 30 по москве то есть если вы отправили дымку в 2231 дымка уже будет некорректно и поэтому следите за временем обязательно как как бы если даже раньше у вас там допустим вы раньше играли куда корпус варкапа и у вас сохранилась там хорошая дымка и вы ее отправляете то как бы она не будет принято потому что дымку обязательно нужно записывать именно во время прохождения процесса порождение турнир не короче ладно в общем отременно мы ему не тупые мы еще делаем скидку на часовой поезд поэтому типа у нас не да какие скидки 2230 по москве все то есть у кита это может быть другое время это без разницы по москве написано же не просто 2230 а написано что по москве но я не должны лежать к этому времени ну подожди это понятно по москве для нас 2230 для них на допустим допустим не знаю пол двенадцатого них на час там позже допустим так это не было у меня начался позже допустим и что были раньше не на смотри по франции допустим кед записал дымку допустим 22 числа допустим 22 ровно это как бы вне турнира но у него в дифраге по его времени у меня как бы в консоль отображается его время они наше время поэтому для него как бы это валидно было а для нас не валидно скидка делать на это как для нас не вылипну ну типа консоли его время отображения для него так понятно понятно что это надо всегда на эту скидку делали так ну да мы еще обе защиты зачем ты эту тему поднял дурацкую ты как говоришь типа на минуту позже раньше забаним типа блин мы делаем примерно понятно и чего не все в общем все да и да вот там кипишки пешные всякие люди говорят что вообще-то вообще таймер теперь у нас есть сколько осталось и он для каждого своего по числу пояса по моему и на какой будет ну плиту но синхронизация одинаково везде как и раньше да все целью всем спасибо что отправляли демки очень-очень много демок все большие молодцы отдельно выделился бунтинг заняв 17 место скачивайте демки пишите комментарии пишите комментарии в комс на ютубе под роликом и все всем удачи всем пока всем пока